Недавно я решил сделать обзор на Mercedes-Gellandwagen. К сожалению, выяснилось, что Mercedes не предоставляют свои автомобили людям вроде меня. Кастро? Конечно, без проблем, но не мне. Ким Чен Ир? Конечно, без проблем, но не мне. Императору Хирохито? Конечно же, но не мне. Саддам Хусейн? Но, к счастью, я нашел Геландваген для обзора. Вот это 240 GT 1987, дизельная модель-кабриолет с мощностью 80 лошадиных сил из эпохи Холодной войны. И хоть он не такой люксовый или технологически продвинутый, как новая модель, я думаю, он довольно близко. Что я сегодня вам продемонстрирую. Салон. Давайте поговорим о сидениях. Ну да, в новом Геландвагене есть динамические, мультиконтурные кожаные сидения с подогревом этого и вентиляцией того. Но знаете, что есть в этой тачке? Синий велюр. И у них есть два положения. Такое. И такое. То же самое сзади. В новом есть откидные столики, экраны, мультимедийные системы. А здесь еще больше синего велюра. И только одно положение. Ничего лишнего. А теперь поговорим про технологии. В новом у вас будет четырехзонный климат-контроль с идеальной температурой воздуха. Здесь он тоже довольно продвинутый. Например, вот небольшой слайдер с кругом и стрелкой вверх. Еще один слайдер с кругом и стрелкой вниз. И еще один синий-красный. А еще есть вот это колесико. Ну то есть, передовые технологии. Я соглашусь, что есть одно место, где этот уступает новому. Это мультимедия. Потому что в новом есть большой экран с кучей кнопок, на котором можно делать всякое крутое. В этом же центральная панель ограничена вот этим черным переключателем с неизвестной функцией, аварийкой, радио, двумя кнопками, таинственно подписанными M и U, и вот этой небольшой пластиковой штукой. Но есть в этой машине и два важных технологических преимущества в сравнении с новым. Во-первых, приборы с самолета. Номер два. Думаете, блютуз это круто? В этой тачке есть встроенный телефон-раскладушка. Я мог бы вас им убить. Экстерьер. Если вы внимательный зритель, то заметили, что этот Елендваген очень похож на новый, лишь с одним важным исключением. Он без крыши. Помимо этого, в них очень много общего, как, например, вот эта необычная линия, вот эти двери и, собственно, окно. Лобовое такое же, крылья такие же, капот и поворотники такие же, а также дверная ручка вместе с фирменными звуками Елендваген. Даже значок Мерседес спереди, напоминающий всем, что вы слишком хороши для джипа, точно такой же, как на новом. Видите, мне не нужен ваш вонючий Елендваген Мерседес Бенц. Ощущение от вождения. Должен отметить, что мне нравится, как эта тачка едет. Ну, то есть, да, он медленный и громкий, немного чопорный, но посмотрите на меня со стороны. Мерседес. Это 30 километров. Еще одна крутая штука. Он на механике. В новом такого нет, а это значит, что я могу позакидывать его в повороты. О, господи. Ну вот и все, Мерседес Бенц. Мне не нужен ваш вонючий Елендваген, потому что у меня есть уже один из 80-х. По сути, такой же, как ни посмотри. Чауческу? Конечно, но не я. Каддафи? Почему нет? Но не я. Пол Потт? Конечно, но не я. Идиамин? Без проблем, но не я. Эндрю Коллинз? Конечно, но не я. Мао Цзэдун?